Ингушетия – один из самых молодых субъектов в составе многонациональной Российской Федерации. Четыре административных района, пять городов, свой гимн, символика, конституция. Сегодня Республика Ингушетия – полноправный регион в демократическом, правовом, светском государстве. Но прежде чем обрести свою государственность, ингушам пришлось пройти тяжелый путь. Отношения с великой державой у нашего народа складывались веками. 253 года назад Ингушетия добровольно вошла в состав России. Исторический документ о единении подписали 24 старейшины ингушского народа в 1770 году вблизи селения Ангуш на равнинной местности Бартбосе, склон Согласия. 7 июля в 1924 году была образована Ингушская автономная область. Но уже в 1934 году Ингушетия и Чечня были объединены в ЧССР. Тогда Ингушетия становится преимущественно аграрным регионом, а административный центр, структурные органы и культурные объекты были сосредоточены в Грозном. Ингушский народ, национальное движение, интеллигенция, общественность, начиная с середины 80-х и до начала 90-х вели активную борьбу за восстановление ингушской национальной государственности. Особую роль сыграл упорный самоотверженный труд ингушских лидеров Бембулата Богатырева, Мусы Дарсигова, Бексултана Сайнароева и других. Осенью 1991 года Чечня объявляет о своем суверенитете. И уже в декабре 1991 года на всенародном референдуме подавляющее большинство ингушей голосует за сохранение статуса российского региона. После многолетних усилий Верховный Совет России принимает постановление об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. 4 июня 1992 года становится самой значимой исторической датой в истории Ингушетии. Закон Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. Исторический курган Абигув. Именно здесь ингуши впервые узнали о возрождении ингушской государственности. В 92-м году сюда съехались ингуши со всех уголков республики. Радости не было конца, когда тебе дают жить самостоятельно, когда ты хозяин своему, хотя бы малому, но хозяин этому. Что дается и со стороны государства, и со стороны других республик. Народ радовался. Не было предела радости. И сейчас все это доказано. На примерах все это доказано. Поля, республика, города, села строятся, процветают и будут процветать. Почему? Потому что, когда в доме один хозяин, и он руководит хозяйством, хозяйство процветает. С чистого листа начинается история республики Ингушетия. Большой поток беженцев, отсутствие материальных средств, органов государственной власти, абсолютно неразвитая инфраструктура, большая нехватка медицинских учреждений и условий для оказания помощи больным. Сейчас строятся больницы, амбулатории, в отдаленных селах пополняются кареты скорой помощи, обмен опытом. Была большая нехватка школ, детских садов совсем не было. Развитие образования стало одним из приоритетных направлений для новой республики. 23 апреля 1994 года по становлению правительства России был создан Ингушский государственный университет. Объекты образования появляются и в самых отдаленных населенных пунктах. Особое внимание в современной Ингушетии уделяется спорту. В 2020 году по поручению главы Ингушетии Махмудали Калиматова был реконструирован стадион имени Дьякова в Сунже. Его открытие приурочили к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Грандиозное представление разделили на три части. Открыли мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи». Активно развивается и сфера культуры. В самых отдаленных селах региона открываются дома культуры. Также по поручению Махмуда Али Калиматова во все музыкальные учреждения региона, ДК, колледжи, студии искусств были закуплены музыкальные инструменты. Спорт, образование, сельское хозяйство, реанимация простаивающих объектов, помощь бизнесу и инвесторам. Среди главных направлений деятельности исполнительной власти с момента образования республики также была и стабилизация ситуации в финансово-бюджетной сфере. Если говорить о своих предприятиях, заводах и фабриках, то сегодня нашей республике есть чем гордиться. Швейная, обувная фабрики, завод по производству алюминиевых труб, сад-гигант, комбинат детского питания и многие другие крупные и прибыльные предприятия региона. Они приносят доходы республики в виде налогов и помогают снизить нагрузку на рынки труда. Также по поручению Махмудали Калиматова в регионе активно занялись реанимированием простаивающих объектов. Кроме того, в республике реализуются инвестиционные проекты. Если говорить о сельском хозяйстве в регионе, то руководство республики делает акцент на возрождении животноводства в Ингушетии. Унитарные предприятия уже пополняются новым поголовьем. Еще одна важная задача, которая стояла перед правительством республики – реализация национальных проектов. Так проводятся мероприятия, направленные на улучшение качества жизни населения республики, приоритеты решения коммунальных проблем, обеспечения жителей бесперебойным электро-, газо- и водоснабжением. Этот долгий и тернистый путь, через который пришлось пройти нашему народу, чтобы приобрести свою государственность – пример того, когда народ с сплоченностью и упорством пишет свою историю. Зелимхан Калоев, Новости 24.